Здравствуйте! Мы начинаем новую неделю. Вы смотрите новости Татарстана. В студии Султан Нугайбеков. И вот главные темы выпуска. Первый обязательный в республике сдают ЕГЭ по русскому языку. Подготовились. Ну нормально, все будет хорошо, мы сдадим. Какие меры безопасности предприняты и куда мечтают поступить выпускники, узнала Алия Ферудзинова. Развитие малых фермерских хозяйств в Татарстане. И есть сегодня возможность еще раз обратиться к руководителям районов с тем, чтобы лучше воспользовались возможностями. Об итогах зонального семинара совещания по вопросам повышения деловой активности сельского населения расскажет Иван Сарафанов. Их история, их богатство. Как день села отметили в татарской деревне Козелчишмя, республики Чуваша, которая сейчас переживает вторую молодость. Увидел Амин Шайбуллин. Рустам Миниханов поздравил Раджепа Таипа Эрдогана с победой на президентских выборах в Турции. Напомним, они прошли в два тура, второй завершился накануне. Эрдоган получил 52% голосов, его оппонент Кемаль Калчидар-Углу почти 48%. В своей телеграмме Рустам Миниханов написал, итоги прошедших выборов свидетельствуют о вашем неоспоримом авторитете среди граждан страны, об их готовности активно трудиться и решать стратегические социально-экономические задачи под вашим руководством. Надеюсь, многогранный потенциал традиционного доброжелательного сотрудничества между Татарстаном и Турцией в рамках российско-турецких отношений будет и впредь плодотворно реализовываться благодаря нашим совместным созидательным усилиям, отметил председатель группы стратегического видения России «Исламский мир» Рустам Миниханов. Последняя его встреча с президентом Турции состоялась два года назад. Большая делегация этой страны участвовала в международном экономическом форуме в Казани. Рустам Миниханов сегодня с рабочей поездкой находится в Москве. Райс Республики принял участие в заседании правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. Встречу с участием глав регионов и бизнесменами провел премьер Михаил Мишустин. Здесь обсудили стратегию развития МСП до 2030 года, проблемы сферы предложения и меры поддержки. Сейчас действует целая система – льготные кредиты, гибкий налоговый режим, грантовая помощь. Как заявил премьер-министр страны, число проверок бизнеса снизилось до исторического минимума – до 340 тысяч. Из них лишь треть в отношении МСП. Напомним, мораторий на проверки действует с 2022 года. Михаил Мишустин оценил эксперимент по внедрению автоматизированной упрощенной налоговой системы. В Татарстане она в пилотном режиме запущена год назад. Это Москва, Московская область, Калужская область и Татарстан. Знаю, что очень неплохо идет этот эксперимент, но здесь по аналогии с самозанятыми все нужно делать очень аккуратно, продумывать. И в первую очередь в том числе не повышать потом административную нагрузку на предпринимателей. Наоборот, минус 10 форм отчетности и сегодня простота – это очень важный фактор. Депутатом Государственного Совета Республики по электротехническому округу набережных Челнов станет Руслан Нигматуллин. Согласно предварительным результатам выборов, он набрал больше 74% голосов. Руслан Нигматуллин был выдвинут партией роста. Он генеральный директор группы компаний по производству автозапчастей, ранее был депутатом горсовета. Официальные итоги доп. выборов подведут не позднее 1 июня. Напомним, они были организованы в связи с переходом Олега Коробченко на пост министра промышленности и прошли в минувшее воскресенье. В выборах приняли участие почти 10,5 тысяч человек. Это почти 20% от общего количества избирателей в округе. Работали 24 избирательные комиссии. За процессом следили 215 наблюдателей. Нарушение влияющих на ход голосования не зафиксировано, сообщили в ЦИКе. Это очень важно. И этому приучаю своих детей, что когда они подрастут, то тоже обязательно должны ходить на выборы. Всегда ходим с 18 лет, получили паспорт. Вот. Поэтому у меня вся семья моя голосует. Считаю, что это правильно. Хожу, чтобы изъявить свою позицию. И пришла сегодня, чтобы выбрать кандидата и чтобы он представлял наш город Набережной Челны. Я буду работать над проблематикой именно нашего округа и с жителями. Это уже социальное больше направление. Там есть проблемы и мало детских учреждений, куда могут дети пойти и свой досуг проводить. Есть проблематика с состоянием детских площадок. Ну и, конечно, другие там вопросы. Так как у нас партия Рост и партия предпринимателей, мы также будем продвигать бизнес-повестку. Сегодня школьники республики сдали первый обязательный ЕГЭ по русскому языку. Свои знания проверили больше 15 тысяч выпускников. Это те, кто окончили в школу в этом году или не сдали в прошлом. В республике 98 пунктов сдачи. Результаты выпускники узнают через две недели. В Минобре уверены, показатели будут высокими. Так, средний результат по русскому в 2022 году был выше общефедерального на 4,5 балла. Как ребята проходили испытания, как боролись с волнением и какой он главный проходной балл, узнала Алья Харудинова. Все будет хорошо, куда бы ты ни шел, поют выпускники. Сегодня все дороги ведут на единый госэкзамен по русскому. Он первый и один из самых главных. Адель Хусаинов ночь перед экзаменом почти не спал, волновался. Мечтает поступить в медицинский и стать зубным техником. Знание о том, что все будет хорошо, как в этой песне, успокаивало. Было, да, тяжело перед экзаменами, но все равно мы справились, мы готовились 11 лет. Все сдадим, все будет хорошо. Вообще волнение как-то старался откинуть, хорошо выспался, как бы не нервничал, ничего, и старался собраться с мыслями. Занимался сам, с репетиторами, старался как можно больше нарешать. Подбирать проверочные слова, расставлять запятые в сложно сочиненных и сложно подчиненных предложениях сегодня будут 15 тысяч 62 выпускника. Для них по республике 98 пунктов проведения ЕГЭ, из них 15 на дому. Минимальный порог 24 балла, а для подтверждения золотой медали не меньше 70. Сегодня маму с утра, не как обычно будили, обычно меня будят танком, а в утро спокойно будили. Сегодня мой брат день рождения, я хочу ему сделать подарок, видеть хорошего результата. Родители сказали, что все будет хорошо, что ты все сдашь, и не волноваться, самое главное. Говорят, перед экзаменом нельзя повторять. Из-за этого я сказала, ну ладно, что есть, на то и напишу. С собой только паспорт, вода, шоколад или орехи. Никаких телефонов пронести шпаргалки, правда, умудряются. Так, в прошлом году троих школьников поймали на списывание. За нарушениями в аудиториях следят видеокамеры и почти 5000 педагогов и наблюдателей. Мы смотрим, когда они выходят в туалет, допустим, из-за аудитории. Но опять-таки тут мы смотрим тоже за организаторами, как они их сопровождают до туалета. То есть, больше мы смотрим за ними, за организаторами. За учениками, наверное, в плане шпаргалок. На камерах тоже просматриваем. То есть, за каждой аудиторией смотрим так, лично, возле аудитории смотрим, чтобы у кого-то ничего не выпало, никто ничего не списывал. Свои напутственные слова выпускникам сказал и министр Ильсур Хадиулин. Самое главное – собраться и сдать ЕГЭ. Проходный был такой, знаете, да? Стал. Молодец. Татарстан в этом году должен подтвердить свое лидерство в знаниях, уверен министр. Так, в прошлом году средний балл ЕГЭ по русскому составил почти 73 и превысил общий федеральный на 4,5. 100 баллов смогли набрать 88 выпускников. 27 заданий. Сразу идет печать там же в аудиториях и сканирование. Практически вот ни один КИМ, контрольный измерительный материал, не выходит из аудитории. Считайте, что дети будут выходить, заходить. Туалет, понятно, количество не ограничено. Но, тем не менее, я должен сказать, если больше будут выходить, более 6-7 раз, тогда эти дети будут взяты на особый контроль со стороны Росо-Варнадзора. На все 3,5 часа, не преодолевшие минимальный порог, смогут пересдать экзамен 22 июня или 1 июля. Результаты ЕГЭ по русскому языку будут готовы с 16 июня. Ознакомиться с ними можно будет на сайте Росо-Варнадзора. А следующий обязательный экзамен уже по математике выпускники будут сдавать с 1 июня. Алия Хайрудинова, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. На полигоне ТБО в Альметьевске ко вчерашнему вечеру практически ликвидировали очагитление и источники дыма. Об этом сообщил на зеловом понедельнике глава района Тимур Нагуманов. Напомним, свалка загорелась на прошлой неделе. За первые сутки горящую поверхность засыпали грунтом, затем укрепили стенки полигона. Работы провели максимально оперативно рядом 3 крупных села. Кул Шарипово, Минибаево, Чупаево и объекты нефтяной инфраструктуры. Тимур Нагуманов поблагодарил ликвидаторов пожара и отметил, работы еще не завершены. Внутри полигона мусор продолжает тлеть. Поэтому нужно проанализировать причины и принять меры для недопущения таких ситуаций. Можем сколько угодно об этом героически потом рассказать, как мы ее тушили, но она гореть не должна. У вас элементарные средства, пожарные запасы там должны быть обеспечены дополнительно. Давай этот противопожарный водоем надо рыть. Возможности все есть, техника есть. Насосы поставить, помпы, гидранты с организацией. Мы же видели, как организованы полигоны в других местах. В этом году на ремонт и развитие дорожной сети Казани выделили 24 миллиарда рублей. Работы охватят все районы города и его ближайшие поселки. В планах ликвидировать 75 аварийных участков, отремонтировать 4 моста и проезжие части в 500 дворах. По национальному проекту безопасные и качественные дороги отремонтируют 12 участков дорог общей протяженностью более 10 километров. В октябре планируется ввести в эксплуатацию мост по улице Назарбаева. В ходе реконструкции количество полос увеличится до 8. По словам мэра, много жалоб от жителей по поводу колеи. В этом году отремонтируют 47 таких участков. Май 2023-го, очевидно, впишет себя в историю как аномально теплый. О развитии какого глобального явления, говорят эксперты, читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время». Руководитель администрации Раиса Татарстана Азгат Сафаров переизбран председателем Совета директоров телерадиокомпании «Новый век». Заседание сегодня прошло на нашем канале. Здесь уже в качестве почетного гостя присутствовал генеральный директор Таифа Альберт Шигабуддинов. Он более 20 лет входил в состав Совета. Сейчас его место занял Фарид Менигулов, главный советник генерального директора Таифа по нефтехимии. Альберта Кашафовича поблагодарили за многолетнюю работу в составе Совета директоров ТНВ и вручили памятный подарок – книгу. Габуддин Альберт Кашафович, который в течение более чем 20 лет входил в состав и активно работал в Совете директоров ТНВ. От имени Совета директоров прежнего нового состава хотим вам выразить слова искренней благодарности о вашей работе. Также сегодня утвердили план работы Совета директоров на 2023-2024 годы. Участники совещания посетили большую студию ТНВ и ознакомились с работой нашего телеканала. Альберт Шигабуддинов предложил новому составу Совета вернуться к рассмотрению вопроса строительства современного здания телевещательного комплекса. Альберт Кашафович вновь ввел вопрос о строительстве нового здания, теперь уже на новом месте. Поэтому предложено к следующему составу директоров, к следующему совещанию своих директоров, предложить и конструкцию нового здания, и его наполнение на новом месте. Меры поддержки АПК в условиях антироссийских санкций сегодня обсудили в верхнем условии. Ключевая из них – льготные кредиты фермерам. Однако, несмотря на десятки программ, сельчане не спешат ими пользоваться. С чем это связано и как сохранить ключевую отрасль экономики? Сегодня об этом с фермерами говорили председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаммедшин и глава Минсельхоза Марат Зебаров. Подробности в репортаже Ивана Сарафанова. Соседи, уважаемые главы, эту машину вы у себя видели? Нет приезжала? Приезжает. Приезжает. Это мобильная станция по обслуживанию и ремонту сельхозтехники. Она сама приезжает в поля, все для того, чтобы рабочий процесс не прерывался ни на секунду. Сейчас сервисный центр обслуживает полторы тысячи машин. Парк техники сервисных машин составляет 20 единиц. В этом году в планах приобретение двух новых автомобилей. То есть комбайны, если происходит какой-то ремонт, либо техническое обслуживание, проводятся непосредственно там, где он находится, в полевых условиях. Вся техника на полях в условиях санкций отечественного производства. Трактора перешли на двигатель КАМАЗ. Комбайны стал оснащать Ярославский моторный завод. Комплексный подход, сервис, запасные части, техническое обслуживание, квалифицированные кадры для наших сельхозтавропроизводителей являются основой успеха и стабильности. Сервисный центр, тракторы, комбайны и машины скорой помощи для сельхозтехники осмотрели участники совещания. Надо увеличивать переработку, оставлять добавленную стоимость у себя в исполнении. На совещании говорят о проблемах района. Он сейчас на девятом месте рейтинга социально-экономического развития. Падение на одну позицию связано с низкой заработной платой. В среднем 28 тысяч рублей. Тогда как по республике 56. Безработица в верхнем условии выше среднего показателя по Татарстану в полтора раза. Фермеры не активны в федеральных и республиканских программах. Например, субсидии на содержание КРС получены только на седьмую часть поголовья. Два года подряд не поступает ни одной заявки на гранты по строительству мини-ферм. Участие района в свободные края. Оно довольно слабо. Лучший Безбуринский район со всего пятью мини-ферми. Не строили мини-ферми. Гражданский, Зенадорский район. Всего одна мини-ферми в петюш. И есть сегодня возможности еще раз обратиться к руководителям районов нашей республики. С тем, чтобы лучше воспользовались возможностями. Это деньги, которые целевым образом надо использовать на укреплении материальной базы, животноводства, в подворьях, продажи и реализации продукции. Это дотации, которые представлены и республикой в том числе. Сегодня главам района показали предприятия, которые воспользовались такими программами. Наши предприятия в Санкт-Петербурге. Включается вся Россия, все страны Азии и СНГ. Завод по производству кваса и других напитков на основе зерна. В год перерабатывает 15 тысяч тонн ячменя, ржи и кукурузы. Изготавливает 10 тысяч тонн продукции. Из них пятая часть идет на экспорт. В августе планируют открыть новый завод по производству ячменного солода, что обеспечит район новыми рабочими местами. Закупили оборудование в Чехии, завезли полностью весь комплект. Сейчас только одна проблема – это обеспечение с запчастями. Но у нас есть друзья, Китай, которые нам охотно помогают с поставкой запчастей. В тепличном комплексе нет проблем с импортозамещением. В прямом смысле здесь все свое. Помидоры, огурцы и зелень круглый год с грядки прямо на стол. Площадь этого тепличного комплекса 2000 квадратных метров. Система климат-контроля обеспечивает постоянную температуру. Днем 22 градуса, ночью 18. Такие условия позволяют собирать до 2000 тонн урожая в год. Наша продукция растет с помощью гидропоники. Получается, мы подаем питательный раствор, и за счет этого формируются растения и формируются плоды. Новые производства и рабочие места – это экономическая основа села. В верхнем условии из условий есть практически все – логистика, водные и ЖД-пути. Сейчас нужно привлечь сюда молодежь. Благодаря этому сохранить само село и его традиционный уклад. Иван Сарафанов, Игорь Романов, ТНВ, Верхнеуслонский район. Стоит только захотеть, и в родное село можно вдохнуть новую жизнь, считают жители и выходцы татарского села Козелчичмя в Чувашии. Деревни известны еще с 16 века. Отсюда родом известны учителя, спортсмены, писатели, ученые и экономисты. В 90-е село начало покидать молодежь, но выходцы деревни решили сделать ее туристическим центром и вдохнули в нее новую жизнь. Об уникальной истории села и уникальном примере любви к своей малой родине – Рамиль Шайдулин. Веками, когда здесь звучит азан, вся деревня знает время сбора. Либо на намаз, либо, как сейчас, на общий праздник в селе Козелчишма – День Родословный. Мы сегодня, можно сказать, на седьмом небе от счастья, то, что мы на родине моих предков. Семь поколений назад. Это же вообще мы не постижим. Предки Ильдара Киямова родом из этой деревни. Об этом он узнал несколько лет назад, а на праздник приехал впервые. И деревня, хотя и находится в Чувашии, татарская. В 16 веке ее основали служилые татары. Первая улица состояла из девяти домов и мечети. Она здесь стоит и сегодня. И именно благодаря мечети деревня до сих пор жива, считают местные. То, что вот мечеть ходит, это уже одно само как-то вдохновляет людей, дает силу. На празднике можно познакомиться с каждой улицей, даже не гуляя по деревне. О себе и своих соседях рассказывают жители. Наша улица тянет всех к спорту. Концепция оформления – это своего рода схематическое изображение всей многовековой и богатой истории села. А вот эти шатре – это, по сути, отдельные улицы, жители которой исторически выгодно выделялись друг перед другом. Если, например, в одном отдельном шатре, по сути, на улице хорошо пели и танцевали, то в другом берегли документы и тем самым сохраняли историю. Ленар Исхаков – создатель родословной Козылчишмы. В этом генеалогическом древе за более чем 20 лет он смог собрать данные о 14 поколениях до 1555 года. Но их история, считает Аксакал, намного старше. По данным, здесь жили люди уже где-то 3000 лет назад. Вы знаете, откуда Россия начинается? Россия начинается с деревни Козылчишмы, Батарусской районной Чувашской республики. В день родословной поздравить селян с праздником приехало руководство района, почетные гости и именитые выходцы. Среди них основатель движения «Соля» Джавдат Сулейманов и главный советник генерального директора ТАИФ Гузылия Сафина. Проанализировали весь регион. Гостям показали план развития всего поселения на ближайшие годы. Здесь должны появиться парки, глэмпинги, гостиницы, а Козылчишма превратится в туристический центр. Хотя недавно об этом даже и не думали. Деревня старела, молодежь уезжала. Козылчишма, она своей национальности богатая, своей историей. И все вот эти вот места потенциального развития, они позволяют тоже так уже сразу мыслить. И большим толчком это был образовательный центр «Соля» как отправная точка. Все изменилось в прошлом году, когда на месте старой школы был построен современный центр для одаренных детей «Соляд Батыр» – подразделение татарстанского «Соляд». Ничем не отличаясь от таких же лагерей в Татарстане и Крыму, уже летом он примет первых детей со всей России. База откроет свои двери уже 7 июня. Первая смена будет называться «Сталар Бестесы», занимается инженерией, робототехникой. Затем будет смена «Соляд Батыролан» – это спорт и туризм. Авторы и реализаторы проекта – выходцы села Джавдат Сулейманов и Гузылия Сафина. Я считаю, всегда есть силы, если за это взяться. Надо просто вместе думать об этом и подумать, и стараться, и делать. Да, ресурсов не всегда хватает, но всегда же можно это сделать. Видите, какая живая деревня. Я думаю, что вот именно благодаря этому есть не только надежда, есть и уверенность, что и деревня будет расти, и Соляд здесь будет развиваться. Это самый лучший, самый яркий, самый прекрасный пример для всей России, как нужно защищать и возрождать свою деревню. Это проявление высшего степени патриотизма, любви к предкам, к своей земле, к своей родине малой. Здесь искренне верят, только любовь к своей земле ведет к ее процветанию. Так жили их предки, и в Кызыл-Чешме готовы сделать все, чтобы ими гордились и их потомки. Рамей Шаддин, Алмазъединов, ТНВ, Чувашия. В эти выходные в России отметили День химикам. В Татарстане центром торжеств традиционно стал Нижнекамск. Здесь расположена одна из крупнейших производственных площадок Сибура, Нижнекамск-Нефтехим. В городе Накаме Сибура организовал масштабное празднование с приглашением известного певца Элвина Грея и запуском первого трамвайного лимаевского маршрута. Подробнее в нашем материале. В День химика в Нижнекамске запустили тематический лимаевский маршрут. Оформление трамвая посвящено первому генеральному директору Нижнекамск-Нефтехима Николаю Лимаеву. Будем сейчас тревевать детям, студентам. Они должны гордиться своим городом. Да, да. Химия – это то, что сделал Нижнекамск. Первыми пассажирами стали руководители Нижнекамск-Нефтехима и города, члены правления Сибура – ветераны. На трамвае они приехали в сквер имени Лимаева. Здесь состоялся митинг, посвященный легендарному директору предприятия. Участники церемонии возложили цветы к подножию бюста Николаю Лимаеву. Руководитель, который заложил фундамент нашего предприятия, начало, огромный вклад Николай Васильевич Лимаев. Поэтому у нас есть планка, на которую равняться. И поэтому всех, кто связан с этим праздником, жителей города, наших ветеранов, несомненно, с этим праздником поздравляю. Главной площадкой празднования стал парк нефтехимиков. Здесь состоялся фестиваль одаренных детей. На сцене глава Нижнекамского района Рамиль Мулин наградил победителей предметных олимпиад, лауреатов конкурсов. Параллельно в интерактивных шатрах Сибура прошла викторина «Между нами химия». Участники узнали о нефтехимии, экологии, вторичной переработке пластика. Победители получили подарки. В парке были установлены специальные контейнеры для сбора пластиковых бутылок на вторичную переработку. Очень увлекательная викторина, мне очень понравилось. Особый восторг вызвало шоу воздушных змеев из нейлона, для изготовления которого каучук выпускает Нижнекамск нефтехим. Всевоздушные змеи после праздника также отправились на вторичную переработку. В парк нефтехимиков пришли тысячи человек. Как отметили на торжественной церемонии, для жителей Нижнекамска День химика – это не только профессиональный, но и семейный праздник. Химия – это искусство преобразования. И мы вместе с вами также меняем нашу жизнь, создавая условия для того, чтобы наше предприятие, наш город, наши отрасли, наша страна становились лучше. 26 лучших сотрудников Нижнекамск нефтехима получили государственные награды и почетные звания. Наша компания Сибур, Нижнекамск нефтехим, они прикладывают огромные усилия для того, чтобы наш город, город Нижнекамск, был еще лучше, красивее и богаче. Народные гуляния и концертно-развлекательные программы шли до самого вечера. Выступили творческие коллективы Нижнекамск нефтехима, кавер-группа «Уикенд», также гостям праздника показали химическое шоу. Очень хороший праздник, очень нравится. Очень праздничное настроение, все весело. Мы веселимся, радуемся и детям хорошо, и взрослым. Хедлайнером праздника стал Элвин Грей. На сцене он спел свои хиты и презентовал новые песни. Чтобы народ просто радовался, танцевал, подпевал и просто праздновал сегодняшний прекрасный праздник «День химии». С химией много чего связано. Спасибо специалистам, конечно же, что они делают мир лучше. В завершении праздника небо Нижнекамска озарил праздничный салют. Триумфальное возвращение в элиту и первые золотые медали за 11 лет. В выходные Рубин за тур до финиша стал чемпионом первой лиги. Казанцы дома обыграли «Динамо» из Махачкалы 2-0 и стали недосягаемой для Калининградской Балтики. Таким образом, команда спустя год возвращается в высший дивизион. В последнем туре казанский клуб на выезде сыграет с московской родиной. Отметим, золото футболистов стало очередной наградой в копилке татарстанских команд этого сезона. Еще свежи в памяти серебро Акбарса в Кубке Гагарина, победы волейбольного «Зенита» в чемпионате России и первые в истории золотые медали единой лиги ВТБ баскетболистов «Уникса». Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Далее прогноз погоды с Адалины Зарифовой. Я с вами прощаюсь. До встречи. Удобрения серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень» экономично и просто. «Здравень» – это выгодно. Сыночек, привет. Привет, мам. Записали тебя на анализы в гемотест. Он и в твоем городе есть. Программа «Страна гемотест». Пять базовых анализов по 290 рублей. Бесплатная консультация врача. Для борьбы с вредителями «Аллатар». Быстро действует и долго защищает «Аллатар». Компания «Гольфстрим» приглашает на работу сотрудников нефтесервисной отрасли. Официальное трудоустройство, конкурентно способная заработная плата, вахтовый метод работы, трехразовое питание и обучение. Телефон в Альметьевске 31 28 34. Не теряйте нас там, где ездят машины. С 5 по 11 июня в Казани пройдет Международный театральный фестиваль «Наурус». Программы спектаклей из Турции, Казахстана, Узбекистана, Киргизии. Хедлайнеры, столичные театры, школа драматического искусства и etc. Билеты в кассах театров для зрителей старше 6 лет. В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем. Центр списания долгов «Идель» 8 93 93 100 100 Прохладный атмосферный фронт сбил жару, а проливные дожди освежили воздух. Здравствуйте! Какие погодные изменения нам ожидать в предстоящие сутки, узнаем прямо сейчас. По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Бугульме, Бавлахе и Ознакаеве будет облачно, но вероятность осадков небольшая. Ночью до 13 градусов тепла, днем снова потеплеет до плюс 28. В набережных Челнах, Нижнекамские лабуги ожидается облачная погода. Местами пройдут небольшие дожди, возможно грозы. Ночью 10 градусов тепла, днем плюс 25. В Агрыде-Менделеевске-Октаныши ночью будет ясно и без осадков. До 9 градусов со знаком плюс, а днем набегут облака. Во второй половине дня пройдут дожди, потеплее до 25 градусов выше 0. В Арске-Кук-Марий-Болтаси переменная облачность. К вечеру прогнозируются осадки. Ночью до 8 градусов тепла, днем 22 градуса со знаком плюс. В Болгаре-Држаном-Буинске преимущественно без осадков. В ночное время температура понизится до 10 тепла, днем до плюс 21. В Альметьевске чистые полимомодыши облачно. К вечеру, по прогнозу, дожди местами сильные. Ночью ожидается 12 градусов тепла, днем до 23 градусов выше 0. В среду будет пасмурно, но умеренно теплая погода сохранится. Банк Аверс оказывает весь спектр банковских услуг для частных лиц и корпоративных клиентов. Для бизнеса банк предлагает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, банковские гарантии, продукты с возможностью эффективно размещать свободные денежные средства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Новая линейка лимонадов «Базер» без сахара. Натуральный вкус и качественный состав. Четыре сочных вкуса – виноград, груша, киви и клубника. Прекрасно утоляет жажду и заряжает энергией. О вкусах не спорят, просто выбирает свой лимонад «Базер». В столице Татарстана облачно с прояснениями. Во второй половине дня пройдут дожди, местами сильные. Ночью около 12 градусов тепла, днем до 23 градусов выше 0. Ветер восточный, умеренный. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха в норме, но магнитное поле Земли нестабильно. Берегите себя. Май на календаре проходит, но май в сердце цветет всю жизнь. Желаем вам провести уходящие дни май с пользой и хорошим настроением. Таковы новости о погоде. В студии была Аделина Зарифова. Смотрите ТНВ и будьте в курсе всех событий. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин